Медиагруппа «Авангард» представляет из новых и только появляющихся направлений это Cyber Security Situational Awareness. То есть это направление решений и технологий, направленное на ситуационную осведомленность промышленных предприятий о безопасности в целом, включая вопросы, связанные с кибербезопасностью. Ситуация должна пониматься в комплексе, и решения, которые направлены на обеспечение устойчивости предприятия, они должны включать все эти вопросы и возможность их обрабатывать и анализировать. Все сейчас понимают, что для нужд промышленности это прям самый старт. Для примера, 5 лет назад, если бы кто-то сказал о том, что «ребята, а давайте мы к сокам прикрутим наше СУТП», ну, как бы, человека, мягко говоря, не поняли бы. Но сегодня диалог и речь идет совсем о других вещах. Речь идет о том, а как это сделать. И этот путь пройден как раз-таки за вот эти 4-5 лет от полного отрицания и непонимания к необходимости как-то решать уже технические вопросы такой вот интеграции. По большому счету, там, на рынке России мы находимся вот в такой стартовой позиции, когда уже там фаза отрицания, что это не нужно, она уже прошла. Сейчас уже люди начинают думать о том, а как же все-таки делать, какие задачи в приоритете решать и чем же заниматься в итоге дальше. Ну, собственно, в своем докладе в секции про соки для промпредприятий у меня как раз эта тема была основной. Интересная ситуация в том, что, несмотря на то, что промпредприятия уже купили себе СИЭМ-системы или какие-то другие классы систем для того, чтобы построить сок или обеспечить централизованное управление инцидентами или событиями безопасности в рамках всего предприятия, по нашему анализу ни один MaxPatrolCM, то есть это продукт нашей компании, не мониторит систему ОСУТП в тех предприятиях, которые их приобрели. Это говорит о том, что за последние 4 года, несмотря на то, что отношение к вопросу у предприятий изменилось технически на уровне поля, еще никто ничего не сделал. Основное, чего сегодня нет, это экспертиза, потому что подключить ОСУТП к системе класса СИЭМ, это вот, наверное, правильно, хорошо, но всегда встает вопрос, и мы уже эти вопросы от наших клиентов получаем, а что же нам делать дальше? Проблема в том, что сейчас такой экспертизы в принципе мало. Направление новое, стартовое, начало есть, технический задел хороший, но в части экспертизы и знаний, которые нужны, этого еще крайне-крайне мало. На данном этапе, ну, как бы ожидать того, что сразу появятся какие-то технические фреймворки, какие-то технологии, которые там решают эти задачи сходу, ну, я думаю, что сейчас этого ожидать пока рановато просто. Ситуация в коммерческих и госкомпаниях, в госструктурах, она, естественно, различается, потому что госкомпании в первую очередь решают вопросы в соответствии с требованиям нормативки, регуляторки и всего того, что связано с формальным соответствием требования. В коммерческих организациях подход основан все-таки на оценке инвестиционной привлекательности, на получении возврата инвестиций, поэтому коммерческие организации более детально, более скурпулезно подходят к выбору решений, технологий и вообще направления решений своих задач. Традиционно так сложилось, что специалисты в области информационной безопасности не отвечают за функционирование систем промышленной автоматизации, то есть эти системы находятся вне зоны их ответственности. И это причина большого количества конфликтов на предприятиях, непонимания одних специалистов другими. И когда мы общаемся на тему регуляторки и прочего, мы общаемся в основном с блоком информационной безопасности. Но когда мы приходим решать технические решения, задачи, технические задачи, мы приходим уже говорить с специалистами, которые непосредственно обслуживают эти системы, управляют. Эти специалисты всегда воспринимают только то, что им реально показывают, и что реально они могут увидеть своими глазами, и какой эффект. Соответственно, один из подходов – это проведение исследований, анализа защищенности этих систем и демонстрация возможностей нарушителей влиять на их техпроцессы или влиять на их системы. Очень часто бывает так, что пентестер показывает скриншот, например, с какого-то рабочей станции главного инженера объекта, и главного инженера это ни в чем не убеждает. А вот когда берут просто инженеры эксплуатации, говорят, смотри, раз, два, три, и твой энергоблок остановился, здесь доходит абсолютно до всех. глубина проблемы, и все начинают уже продуктивно думать в правильную сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова